Таланты и способности И помогать в этом другим, стараясь при этом изо всех сил, но не возлагать свое упование на талантливых и одаренных людей И давайте посмотрим еще раз на то, что сказал Господь «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте, и в покое вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели» Вот к чему мы должны стремиться, согласно этого текста И в первую очередь, пробуждение происходит, когда мы раскаиваемся в своей непокорности Наша непокорность зачастую не похожа на открытый бунт, но на незаметную замену Божьих обетований планами человека Замену истины Божьей доводами людей И в этом непокорность И мы должны присмотреться к себе и называть вещи своими именами Если это присутствует, необходимо покаяние Необходимо уйти с неверного пути упования на людей И возложить свое упование на Бога И далее мы прекращаем пытаться себя спасти Как я уже говорил в предыдущих лекциях, нам нужно войти в Божий покой А это означает, что мы входим в завершенное, Божье дело, совершенное в Иисусе Христе Когда мы пытаемся защитить себя собственными талантами и способностями, это одна из форм непокорности То, что в нас это Божий дар, и мы не должны пренебрегать Богом и Его планом спасения И если мы будем пытаться и дальше осветить самих себя Думать, что мы своими усилиями сможем сделать нас лучше То, как сказал один христианин, мы принимаем спасение по благодати Но затем начинаем трудиться над собственным освящением Как будто благодати и вовсе не существует Процесс нашего освящения совершается в сотрудничестве с Богом И мы должны проявлять послушание Ему в этом процессе освящения Потому что Он тот, кто в конечном итоге совершает наше освящение Мы читаем в послании фессалоникийцам Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте Это Его дело И Он совершит это дело во всей полноте Как мы здесь с вами прочитали Поэтому мы прекращаем всякие попытки спасти самих себя И думать, что мы можем осветить себя, сделать себя лучше И также мы успокаиваемся, чтобы услышать Бога Мы выключаем все, что может отвлекать нас Все источники шума для наших ушей Мы отвлекаемся от всего этого, чтобы услышать Бога Бог и сегодня говорит к людям По большей части через Своё Слово Когда Он указывает вам на тексты Писания И я полагаю, что это те тексты, через которые Бог обращается к сегодняшнему поколению верующих Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша» И я верю, что это слова Божии обращены к нам сегодня Это вневременная истина, к которой мы должны обращаться сегодня Потому что мы так долго пренебрегали этим Словом Божьим И четвертое Мы должны доверять Божьей воле У Бога есть замысел нашего освящения, нашего служения на этой земле, пока у нас еще есть время Доверяйте Богу шаг за шагом, и пробуждение наступит И вы обретете покой в Нем Найдете Его спасение Услышите Его тихий голос, который справляет нас Но доверьтесь Его воле Без доверия не будет мира, не будет покоя Но давайте посмотрим, что произошло дальше Что хорошее может произойти в случае упования на Бога И я попрошу Лоис прочитать далее И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас И потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами Ибо Господь есть Бог правды Блаженны все упывающие на Него Народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме Ты не будешь много плакать Он помилует тебя по голосу вопля твоего И как только услышит Его, ответит тебе И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде И учители твои уже не будут скрываться И глаза твои будут видеть учителей твоих И уши твои будут слышать Слово, говорящее позади тебя Вот путь, идите по нему Если бы вы уклонились направо И если бы вы уклонились налево Тогда вы будете считать скверную Оклад идолов из серебра твоего И оклад из туканов из золота твоего Ты бросишь их, как нечистоту Ты скажешь им, прочь отсюда И он даст дождь на семя твое Которым засеешь поле И хлеб, плод земли И он будет обилен и сочен Стада твои в тот день Будут пастись на обширных пастбищах И валы, и ослы, возделывающие поле Будут есть корм соленый Очищенный лопатою и веялом И на всякой горе высокой И на всяком холме возвышенном Потекут ручьи, потоки вод В день великого поражения Когда упадут башни И свет луны будет, как свет солнца А свет солнца будет светлее всемера Как свет семи дней В тот день, когда Господь Обвяжет рану народа своего И исцелит нанесенные ему язвы Помните, что спасение Основано на покаянии Каждый из нас, каждый верующий Должен научиться каяться Каяться постоянно Не за один и тот же грех Но за каждый грех, совершенный перед ним Мы просим у него прощения Ибо он прощает И затем, конечно, успокойтесь Обретите покой в нем Потому что он тот, кто творит великие дела И он будет продолжать их творить И затем мы встаем Чтобы жить для него Чтобы сделать то, чего мы так долго избегали Пытаясь отвлечься в суете Не замечая то, к чему мы призваны Богом То, что он ценит в нашей жизни И в этом мире И затем тишина Время в тишине Оно так необходимо нам Прежде чем мы окунемся в этот шумный мир А также доверие Упование Мы не сможем успокоиться Если мы не доверяем Богу Проявляете ли вы в чем-либо из этого непокорность? Похожи ли вы на древний Израиль Когда тот говорил Мы не хотим Нет, Бог, спасибо Я как-нибудь сам Я найду в себе защитников и помощников Одаренных людей Да я и сам как-нибудь справлюсь Без тебя, Господь И я полагаю, что это ключевой текст Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев И Он призывает нас быть святыми Оставаясь на месте и в покое Вы спаслись бы В тишине и уповании Крепость ваша Но вы не хотели И я молюсь сегодня Чтобы вы не пренебрегли им Обратились к Нему И чтобы вы изменили свой путь Изменили свою жизнь Начали жить иначе Если вы до этого пренебрегали Богом и Его истиной Ибо не только ваша жизнь от этого зависит Но и судьба всего мира Пробуждение в этом мире начинается с пробуждения В жизнях Его детей Когда мы доверяем Богу Доверяем во всем И всегда Для меня было большой радостью Поделиться этим с вами Я шел к этим мыслям всю жизнь А мне уже под 60 Я глядываясь назад На те трудности Через которые провел нас Господь Я понимаю, что цель их была в том Чтобы нам увидеть Те тексты Писания Которыми мы порой пренебрегаем Которые мы забываем В суетном мире Пытаясь исполнить Его волю Без Него Своими силами Давайте помолимся Дорогой Господь Я молюсь о каждом человеке Который осознал Что проявлял непокорность В своей жизни Быть может он Не уповал На твою силу И я хорошо помню Случай из моей жизни Когда я сначала пытался Решить проблемы сам Пренебрегая твоими обетованиями Искал человеческих решений И мы молимся Чтобы непокорность Осталась в прошлом Чтобы наступило покаяние Признание собственной неправоты Когда мы пренебрегали отдыхом Ибо Ты сам шесть дней работал А затем почил Когда мы пренебрегали Упованием Прости нас Господь За то, что у нас так мало покоя И за то, что так мало доверия Тебе Мне трудно представить Как могут быть использованы Эти лекции Где они могут распространяться И кто их сможет посмотреть Но Господь Используй их Употреби их По своему усмотрению Ибо в них Твое Слово Явленное Духом Во имя Иисуса Христа И Бога Отца И Святого Духа Молимся Во имя Иисуса Христа Аминь Нам не безразлична Современная Церковь И у нас есть что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах По запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...